И последний пазлик нашей головоломки системы глагола английского – это пассивный залог. Очень кратко. Вот это вот «be» плюс «v3». Вот это, собственно, всё. Весь пассивный залог. Дословно – это «быть сделанным». Видим, что весь пассив стоит на глаголе «быть», а причастие «v3» мы просто тащим за собой. «Был сделанным», «буду сделанным», «является сейчас сделанным». Для повторения краткого, «v3» – причастие, третья форма глагола, ваша третья колонка в словариках, книжках. Причастие «прошедшее», то есть «сделанное». Помним, что есть еще причастие «настоящего времени», «v4», «какой делающий», а это «какой сделанный». Не путайте, потому что если вы перепутаете, у вас получится «be» плюс «v4» быть делающим. А это, извините, «continuous». Это просто группа времен «continuous». А у нас сейчас пассивный залог. Это ни в какое-то одно время. Еще раз помните нашу общую систему времен. Мы говорили, что мы изучаем изъявительное наклонение по большей части, да? А изъявительное наклонение, вот он, индикатив, состоит из активного и пассивного залога. То есть можно сказать, что я что-то сам делал, делаю, буду делать, да? Или я был, например, спрошенным, меня спрашивают, я буду спрошен. Когда над вами производится действие. Или там письмо было написано, я написал письмо, или письмо было написано мною. Я пишу письма каждый день, или письмо пишется, письмо пишут каждый день. Я буду писать письмо, или письмо будет написано мною. И мы сказали еще тогда, когда осмотр такой делали, да, по всему, что некоторых форм по сравнению с активным не бывает. Длительные формы выпадают. Будущий continuous и весь perfect continuous выпадает, иначе получается там очень навороченное такое. И как это быть, have been, 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 been. В общем, невозможно даже выговорить, да? Чисто в силу уже формирования самого времени. Точнее, залога и времени в этом залоге. То есть еще раз, мы изучаем 12 времен в активном залоге, и получается, что у нас 8 времен в пассивном залоге. Времена-то одни и те же, только вот тут длительных не будет. Поэтому теперь, когда вы знаете, что есть два залога, вы уточняете всегда, что это present simple. Например, I drink coffee every day. Это present simple, но активного залога. I write a letter every day. А если письмо является написанным, то это тот же самый present simple, но пассивного залога. Время одно и то же, но только направление агента действия разное. Вы сами это делаете, а тут над вами произвели действие. И вот, собственно, теперь поближе. Когда вы хорошо усвоили активный залог, то пассивный как бы проблем не возникает. Вы что делаете? Вы просто берете глагол быть, и, внимание, только глагол быть, склоняясь. Спрягаете. Склонение – это просуществительное, да? А у нас спряжение. Спрягаем по всем доступным нам временам. Ещё раз. Глагол быть, например, в настоящем времени – это am is our present simple. К нему просто добавляете причастие. Быть какой являюсь? Спрошенный. Комната какой является? Почищенной, убранной. Мы какими являемся? Или письма являются написанными, их пишут каждый день. Понимаете? У вас работает только be. Be – глагол быть. Потому что причастие с окончанием иди, глагол с окончанием иди, или мы правильно это называем pass participle, не может меняться. Причастие отвечает на вопрос какой? Это не глагол. Представьте, что это просто прилагательное. Когда люди, например, путаются, я им говорю, стол был зелёным. Вы слово зелёный можете в какое-то время поставить? Они говорят, о, это прошедшее. Почему? Ну, он же был. Говорю, алё, был – это глагол. Вот по глаголу быть, который стоит в прошедшем времени, можно сказать, что это прошедшее. А слово зелёный, извините, вы никуда не поставите. Ни в какое время. Это вообще прилагательное. То же самое с причастием. Они как прилагательные. Он как бы намекает, это паспорт есть, потому что уже сделанное действие. Но написанный, сделанный. Нельзя сказать что-то прошедшее. Нет. А если будет написанным? Это же уже будущее. А если является написанным? Это настоящее. А если был написанным, вот это прошедшее. Мы определяем по глаголу время. только по категории времени может быть только у глагола. Это понятно, да? Поэтому вся формула «быть сделанным» в ней работает, естественно, только первая часть. Только глагол показывает на время. Значит, надо просто хорошо знать глагол «быть во всех временах». Ещё раз. Am is are. Это первый класс, первая четверть. Was were. Второй класс, вторая четверть. Я был. Asked. Спрошенным. Мы были спрошенные, да? Я буду быть. I will be. Вот просто вы сказали «я буду в будущем времени» и добавили, опять же, каким вы будете. Тот же глагол «быть» можно поставить, как ни странно, в континьюс. Почему её нет? Какая формула континьюса? Это «бы» плюс глагол в четвёртой форме, то есть глагол, причастие, делающий что-то с нговым окончанием. Вот сейчас наш глагол, который мы вставим, это глагол «быть». Внимание, вот вы сюда его, в эту формулу подставляете, у вас получается «being». А вот этот «быть» – это вспомогательный глагол для континьюса. То есть «I am being», «я являюсь будущим», как это «я есть находящийся здесь». «You are being», «ты есть сейчас какой-то», «he is being». У вас получается на стыке и тут «быть» как вспомогательный глагол континьюса, и вот «наш быть» как вспомогательный глагол для пассивного залога. И ещё и причастие сделанным, каким вы на данный момент являетесь, тащите за собой. Получается вот такая формулировка. Меня сейчас спрашивают. «I am», «я нахожусь», «being». «Я есть будущий», «я есть», трудно на русский, да? «Я нахожусь сейчас» в каком состоянии? «Asked» меня сейчас спрашивают. Или, например, «ваш заказ прямо сейчас обрабатывается», да? «Is», «ваш там your order является», «is being», ну там что-то над ним делают. Понимаете, мы само слово «быть» поставили в continuous, и получилось «am being», «is being», «are being». А потом тащим причастие каким вы являетесь в данный момент. Просто многих смущает, что у вас два раза «бы», «бы». Да, здесь «быть» как вспомогательный, а здесь вот наш «being» как вспомогательный с этой формулой. Ну и с этой же формулы добавляем «в3». В прошедшем времени просто «was, were», вот наш глагол «быть» поменяется на «was, were», глагол «быть» – continuous, да? А вот наш глагол «быть» с этой формулой, вот он. И вот наша «в3». А, например, в тот момент, когда вы позвонили, «I was being asked», «меня как раз спрашивали об этом», есть такая форма. А вот в будущем сказать «I will be being» уже нельзя. Я буду быть, быть… В общем, я буду быть, быть в этом состоянии. Немножко странно, накручено, и получается его уже не использовать. И то же самое с continuous, да? Уже там не придумаешь, слишком заморочено. А вот ещё можно в «перфекте», вся линейка «перфекта» работает отлично для глагола «быть». «Быть спрошенным сейчас», например. Опять же, вот наш «быть», он входит в формулу «перфекта». А формула «перфекта», напоминаю, это «have» плюс третья форма глагола. Сейчас наш глагол – это «быть», вот он. «Have has» как вспомогательный. Всё вместе «have been» – это переводим как «пробыть». «Каким?» А вот ваша V3. «Каким вы пробыли только что?» И пример «I have been asked» – «меня только что спросили». Вот тут вот, например, «I was asked» – «меня вчера спросили», потому что «pass simple» – признак использования этого времени, когда законченный промежуток времени. А когда только что что-то случилось, «I have been asked» – «я был have been» – «какой?» «Asked» – «спрошенный», например. Если же вас в прошлом спросили до другого момента какого-то в прошлом, «меня уже спросили до того, как ты позвонил», «I» – «вы», «they» – «had been» – дословно это «пробыли», «были» – уже спрошенный. Но чтобы «had been» не путать просто «были», «вы» или «was», мы подчёркиваем, что это какое-то действие предпрошедшее. Поэтому оно и «perfect». Оно уже совершилось до другого действия в прошлом. Или же вы должны сказать, что вас будут спрашивать, вы будете уже опрошены к такому моменту, как к такому-то часу. «Вы» – «will» – «будете», «have been» – «быть». Опять же, это всё как «быть». Мы переводим «какой?» «Спрошенный». Итак, подытожим. Варианты перевода. Сейчас он уже на примере конкретного глагола. Что может быть в пассиве? Какие варианты вообще? Вспомогательный глагол «быть», только он меняется. И тащим за собой. Причастие как прилагательное просто, да, оно никак не меняется. Поехали. Давайте с настоящего времени. «I'm asked» – «я являюсь спрашиваемым». То есть меня спрашивают каждый день, например. «He is asked» – «его спрашивают каждый день». «We are asked» – «мы являемся спрашенными каждый день». Если нас вчера спросили об этом. «I was asked» – «я был спрошен». «We were» – «мы были спрошены». По сути, просто переведите правильно с английского дословно на русский, и вы поймёте идею. «Я буду быть спрошенным завтра». «Может быть, я не уверен, but maybe I will be asked about it». Возможно, меня об этом ещё спросят. «Continuous». Бывают ситуации, когда он прямо сейчас о чём-то спрашивает. Вот прямо сейчас происходит действие, поэтому он и «continuous» и называется. «Present continuous» – «I'm being asked». Вот меня как раз сейчас об этом спрашивают. «He is being asked». Он является сейчас опрашиваемым. «We are being asked». Может быть, в прошедшем, на фоне другого действия, в тот момент, когда ты звонил, меня уже об этом как раз опрашивали. «I was being asked when you called me». «We were being asked». Будущего не бывает в «continuous». Только что посмотрели, почему. «Перфектные времена». Когда меня только что спросили. Помните смысл вообще перфекта? До настоящего момента что-то завершилось, если это «present perfect». До какого-то момента в прошлом завершилось, если это «past perfect». Вот здесь вот «now» – под момент «сейчас» мы подтягиваем действие. А там под какой-то момент в прошлый вы подтянули всё это действие. А в будущем, вот, например, сейчас мы здесь, но мы знаем, что к пятнице меня уже об этом спросят. «By this time» – к этому моменту что-то уже случится. Итак, «I have been». Я был, подчёркивается, только что как бы был, спрошен. «He has been asked». В прошлом «I had been asked» меня спросили. «Before you came». До того, как ты пришёл, меня уже спросили. И в будущем «before you come» – до того, как ты придёшь, я уже буду спрошен. «I will have been asked». Я буду быть спрошенным. Короче, если обобщить, для пассива вам надо просто хорошо знать глагол «быть» и хорошо знать уже времена, чтобы вы не путались. Или уметь хорошо анализировать. Даже вы можете все сразу их действительно охватить. Если понимаете, да, вот только что я объясняла, с каких частей состоит, да, вот, почему так образуется continuous. Да потому что это формула continuous, а «be» плюс любой глагол, да. А здесь «have» плюс третья форма. А наш глагол сейчас «быть». Вот сюда его «have been» получилось. А потом что? А потом ещё смысловой глагол. Вот это вот причастие. Сейчас наш вот этот вот глагол в третьей форме, у нас один рабочий «be». Вот это, чтобы поняли. Для пассива работа и только глагол «быть». И во все эти формулы времён, которые мы с вами только же уже проходили в предыдущих кусочках, у нас будет везде только, видите, «быть», 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 «быть» в соответствующем времени. Вот. А «asked», «done», «written», «причастие» тащите за собой просто как прилагательное, как описание, какой вы были в тот момент, будете или находитесь сейчас, или пробыли только что. В принципе, всё. Самое частотное использование, конечно же, это, скорее всего, «simple», например. Дом был построен в таком-то году. Сразу куда? Вот оно. Комнату убирают каждый день. Куда? Вот оно. Вот это все хорошее упражнение, вот такое я тоже часто делаю. Я на русском говорю предложение, а человек должен понять какое-то время. Когда приходит это понимание, перевод уже дело техники, да, когда он понимает, куда смотреть, какая клеточка. То есть, ещё раз. Дом был построен в таком-то году. Это. Письмо будет написано завтра. Это. Комнату убирают каждый день. Здесь. Меня как раз сейчас спрашивают, перезвони позже. Вот. Когда ты звонил, меня как раз об этом спрашивали. Вот. Меня только что об этом спросили. Вот. Меня спросят об этом к пятнице уже наверняка. Вот. И меня уже спросили к тому моменту, как ты позвонил. Вот. Ловили? Вот эта матрица должна наложиться. Это очень хорошее упражнение. Если вы репетитор, преподаватель, преподаватель себе или своему ребёнку, то есть с кем-то работаете, вместе учитесь, да, друг друга обучаете, это очень хороший метод, попробуйте именно вот так, через русский. Даже не попробуйте, а так и делайте. Только через родной язык. Ещё раз. Если вы старше, 7 лет от рода, уже бесполезно учить язык, как «Вау, вот я его впитываю». Ничего вы уже не впитаете. Так что всё остальное, этот лукавого. Вы уже будете этот язык воспринимать только через родной. Поэтому, чем хотите быстрее это сделать, идите вот по такой схеме. Идите по «Grammar first», мой принцип, грамматика впереди, а потом подтягивайте под этот тучу-кучу упражнений, переделывая в «Раундапе», в «Мёрфи», и подтаскивая себя. И обратным переводом, помните, да, мои общие рекомендации, обратный перевод с русского на английский. Вот только что вы сказали, как бы эту фразу сказали на русском. «Я кофе варю каждый день», да, или «кофе варится каждый день в этой столовой», или «подаётся». Мысленно пристраивайте фразу, чтобы она подошла под английскую грамматику. Здесь подают хороший кофе. Здесь продают газеты. То есть вы должны подумать, либо газета продаётся здесь, надо на английском сказать, либо сказать «they sell». Есть такое в английском тоже выражение, да, они продают тут газеты. То есть вы должны сначала мысленно перевернуть его на английский манер, а потом только переводить, чтобы не было русской кальки. Вот. И что у нас ещё осталось в нашей памятке? Модальные глаголы. Очень быстренько покажу вам все modal verbs, просто ознакомление с ними. Эта тема глобальная. Там можно часами сидеть, нюансы все разбирать. Одна довольно, ну, как сложная, наверное, можно в какой-то мере сказать, потому что куча нюансов именно использования модальных глаголов. Но мы не будем лезть в использование, мы просто их все, и все, посмотрите, тут несколько штук всего. Вы должны просто их все знать. Когда увидите где-то в тексте, услышите, вы просто должны знать их значение. Помните, первый уровень у своей информации это узнавание. Давайте хотя бы на этапе узнавания. От себя, тена, от себя говорить и выбирать, где надо can, а где may, это уже приходит с начиткой, с наработкой. Наша сейчас задача, экскурсия обзорная, чтобы вы понимали, могут ли они быть в каких-то временах, а вы уже видите по таблице, что нет, скорее всего, не могут, только вот present, и некоторые выражения только могут там в past или future в простом быть. И всего сколько их тут штучечек. Все, с этого и начнем. Следующий кусочек. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok